Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Дополнительные резервы какие-то появляются только за счет этого. Что-то понимаешь, что там будет право на шипы где-то, потому что плейлок. Если в регулярном чемпионате наказывают за шипки, много команд мисс Равит, то каждый игрок продействует чемпиона и плейлок у право на шипы нет. Как и в зоне обороны, в зоне официально не будет. Ну, то есть мотивация есть. Нет, потому что вот когда смотришь, даже другие клубы играют, в регулярке там, ну, поигрался, играл, там раз, остановился, поехал. Начинается именно шип, плей-офф, и сразу прям команда как будто меняет весь состав полностью, и все начинают играть. На ошибке, и там неважно, где-то на дистанции, там разные бывают отрезки периоды, там и на дистанции ты понимаешь, что это есть, там шанс будет право на ошибку. Ну, вот плей-офф, там, оно очень все тонко. То есть, мы могли поехать в расходе, и должно быть 2-2, а в итоге там, где надо, ну, два головы играть, и все, и все, то есть это очень тонко играть. Ну, и отсюда, и, как бы, все как раз понимают, все игроки, которые будут на этом, чем это может привести, вот, к сожалению, вот, не буду так сказать. Тем более, мы выиграли 2-0, я, я надеюсь, что так и останется, и когда, да, девяносто, семь секунд второй бой забыли, я все-таки подумаю, все. Да, такие люди, так и было, и можно попробовать, вот, когда мы играли 3 на 5, почему мы не можем, 3 на 5, там, по-моему, шестьдесят пять секунд играли, 3 на 5, да, не могу, бросал, совершил, ну, нафиг, 5 и справил, и мы такие шансы не можем набить, ну, как так, тем более, дома играем, куда-то вот там, плохого, а то, скажи, вот почему мы плохо играем 3 на 5 и 4 на 5. Да, почему не обязуем большинство? Да, тем более, у нас, у нас, у нас было много, по-моему, семь или восемь, вот, хотя бы два забить, все, сейчас он играет в Москве, а не здесь сидел. Да, сейчас он играет в Москве, а не здесь сидел. Сереж, то есть вопрос в том, что в чем секрет игры в большинстве, правильно? Да. Почему иногда забивают, а иногда не забивают? Тем более 3 на 5. Да, 3 на 5. Ну, объясните, почему, кто знает секрет большинства? Почему забивают, а когда-то кто знает секрет? Знает кто? Да. Ну, Андрей в камеру, наверное, его бесполезно спрашивает. Он если мог, он бы забил. А что не так, он же у меня сможет. Я, что я, как бы, еще чуть-чуть, я бы даже был, и что бы побежал, будет он сам сделать. Давайте спросим у пулевых наших игроков. Кто у нас здесь? Так, попадающий, Андрей, скажи, почему, у нас Андрей играет в обществе? Я играю. Играю. Расскажи, вот почему 3 на 5 иногда не забивается? Вот, что для этого нужно, чтобы забить? 75 секунд. Возможно, оборона хорошо играла. Так, кто-то, наверное, никто не все проиграл. Так, ну... ...серево база есть. То есть вы считаете, что причина именно в хорошей игре обороны? Одна из причин. Одна из причин. В общем, какая причина? Братарь. На самом деле, да, я тоже считаю, что... Братаря, ну, правда, респект Михаил Михайловичу. Одноково передайте. По-моему, с Магнитогорском играли. Ребята, ну, как-то не получалось бивать. А он бил... Ровно-ровно по пять, он уже имел права еще бить. Правильно? И он три раза, и все три раза попал. Был такой, да, с Магнитогорским? Был, да, да. И как только... ... через спину как-то получалось, ну, очень здорово. Вот игра запомнилась, значит. Тренерскому штабу тогда вопрос по поводу большинства. Расскажите, пожалуйста, вот вы там тренировках вообще тренируете большинство? Ха-ха-ха-ха-ха. Тренер на пять. А, то есть, в тренировках... Сами себе забегаете. И в игре подходим, близко к боу, буквально там, где 30 с половиной хватает. ... пятый с половиной. То есть, не хватает чего? Временно. Большой штраф. Я предлагаю, может быть, от фан-клуба напишем, либо письмо. На 10 секунд побольше. Столько, где-то на 1. На самом деле, это все. Больше мастерство, везение, игра в большем клеве. Что, все-таки, основной факт? Все-таки мастерство, наверное, не верьте. Все-таки, в общем, коммуникации игроков. Скажи нам про коммуникации игроков. Нам договорились, что это не всегда получается. Из-за того, что... ...сказать, что ты станешь звучать в банк. В принципе, в рейтинг. То есть, в принципе, каждый сделал то, что должен был делать? Ну, что ж, да. Активных не всегда дает, да? Этим договоренностям не бойится. Мы сказали правильно. Потому что в последний момент прям открытый угол, то есть, кто-то, я уж не помню, кто-то с клюшкой скучит, и не дает ему пасты. Ну, видно, что прям вот открытый угол. Нет, на телевизор не видно. И там в плачах тебе... То есть, сколько года отрабатывают большинство, да, и все равно, может, какие-то... А подража нету перед ЦСКА? СКА, они вроде как... Видео нет? Нет, у нас сейчас сшиваются. А же я знаю, что они. Они с тем тоже не сшиваются. А вас боятся, вас боятся. Конечно. Пусть один нас боятся. Нам-то что боятся. Согласен. Вот он у меня вот так. Сказаю, что вот этот фигур на стадион перейдет на финскую... Ну, финскую, либо... Финскую коробку. Да, да, да. И... 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 Канад... Для нас как? Ну, какой сейчас? И какой... Бу... Финскую и Канадскую? Для нас? Ча? Ну, как? Ну, я думаю, что если для финской, Канадская, какая лучше предпочтеть? Не для нашей команды. Это не для другой вообще. Я думаю, что для Канады. Главное, чтобы везде одинаковые были. А, то есть, чтобы везде во всей реги были одинаковые? Конечно. На выезде едешь на одной играешь, потому что там приезжаешь на поле. Такая большая разница? Существенно. То есть ощущается? Да. Что для нас, вы смотрели? Не, наверное. У нас будет сервис. У нас будет сервис. У нас будет сервис. То есть мы будем сидеть дальше по два месяца. Я так понимаю. А кто вы берете сервис? У нас будет сервис. У нас будет сервис. С одной стороны по двее. У нас будет сервис. Больше места. Слушайте, а нас здесь болельщики отвечают. Они на заказы, наши болельщики, знают, почему сейчас вот тут столько ответов. Во-первых, они пишут, парни, молодцы, всем привет. Ну, не смогли заводить ваше преимущество, и не смогли. Ребята, а вы все равно молодцы. Когда повезет, тогда забивают. От противника зависит. Оттём Аляев красавчик. Привет. Аляев красавчик. Передавайте всем привет. Красавчик. Ребята, дам Благодарю. Аляев красавчик. А это одна отаж девушки. Аляев красавчик. Аляев красавчик. Третий раз. Опять же, объясняют люди, почему у нас Сорокин переоценен с такой защитой, как у ЦСКА, и Ленберг, и Тихомиров были бы топами. Это что еще такое у нас? Это у ЦСКА. Это у ЦСКА. Сегодня, кстати, 8-2 года. Полгода. Да, Виктору. Коновая. Да, нашему великому лотарю Виктору Владимировичу Коновая. Спасибо. Ветеранной клуба ездили на кладбище. В облакаре Цветы. Недавно был в юбилее Виктору Владимировичу. Спасибо. 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 Спасибо, кстати, отцу Владимиру Тихомирову. Отцу Андрея нашего Тихомирова. Мы вот тогда организовали хороший очень юбилей. Он мне почтили память. Он тоже ветеран нашего клуба, нашего Торпетовского движения. И, в принципе, все болельщики, мы считаем, что Андрей, как все у него ругатывает между собой. И все очень надеются и ждем, что он у нас станет топовым вратарем, станет номером один. И все для этого в нём есть. Мы в тебя очень верим. Очень много слов поддержки тебе пишут. Ну, как все у нас дальнего дела. Может быть, что ты скажешь от себя? Да, пока у тебя были болельщики. Как раз еще всех, кто за нас перебрал, боятся. А там они за это. Что с надето изъявали. Это, в принципе, все. Андрей, можно вопрос? А вот скажем. К нормальному ходу. Смотришь, что я не говорю, да? Стараюсь. Что-нибудь оттуда берешь? Или сейчас... Сейчас у тебя другая, другая. Да, но есть стремление, к которому ничего не добился. Отличный человек. И, в общем-то, его делали затянули. Мы считаем, кто тоже, к которому надо стремиться. А здесь еще болельщики, кто в причину пишет. Никакие уж и большие зарплаты. И команды надо. Что забивать? Зарплаты? 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 Да. Здесь бы не уменьшили. Каждый год решать. Учитывая шаг, там мешали. Заплаты? Заплаты? Половина вопросов, конечно, Дэвид, привет. Оставайся с нами. Будешь нашим королевым. Остается. Скажите, пожалуйста, у нас следующий тренерский штаб остается. У Дэвид уже кто-то попозже к нам присоединился. Дэвид уже ответил на этот вопрос. А когда это будет известно? Что сейчас от него ничего уже не зависит. То есть, у нас есть управление клуба. То есть, люди все руководят клубом. Они принимают вопрос для селекции. Ну, там до 1 июня, там, даже нет? Ну, я вам куда-то говорю. Нет, нет. До 1 сентября уже только. Тогда, как и действие, заканчивается 30-го апреля. А, тоже после 30-го апреля? А то, что управление дает полную свободу действия? Ну, странно, конечно, навязки, как игроков там. Зловещая улыбка. Просто повторить. Да нет, зачем? Ну, а все во фейзе говорим. Ладно. Один слава мне. Ну, три сразу, наверное. Тихомирову сердечко. Деньги красавицы. Мне вопрос. А кто? Вопрос прислали. Почему второй год готовят так, что в конце сезона нет совсем наших сил. Все очки берут в первой половине сезона. И коррективы не вносят совсем в подготовку. Физическую. А тебе? Да. А что? Может они не тот хоккей смотрят? Ну, это совсем, как вы берете последние игры. А если сезон здесь? Да. То есть в начале сезона он был как более удачный, а францы уже проигрывали. Да. Новый год хорошо. Не проигрывает. Вопрос пойдет по физическому состоянию и скорость. Проигрывали, но не проигрывает движение и скорость. Баракулы. Такое сложилось впечатление, что в этом году, то есть играю, сильным командам выиграли, а у Салбов проигрывали вообще. Да. Ох, проиграю. Ну и вроде бы зависит ли я. В саму раз выскажите мне той же тайну, что случилось с командой, как я со мной. В саму раз выскажите? Скажите, кто нашли в саму раз? Дома. Это про игру дома? Да. Хотелось больше. Победа с Амуром была бы сто процентов выходом. Ну вообще, действительно, интересный вопрос. Почему случаются такие? Действительно, выходим в ЦСКА, бьемся там, разрываемся в ЦСКА, да? Нет, понятно, что Амур нормальная, хорошая команда. Никто не приезжает. Ну вот, то есть не ты настрой или что, парни. Расскажите, почему у нас случаются? Просто решение, ну, потом не расслабляться. А Амур, да, говорят, мы попали заранее в плывок. Никому не интересно, не болельщикам. Индивиду создали и все, и они преодолели. Дурно. Все помнили. А кто еще? 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 А почему вы играете, что Амур слабая команда? Почему Амур слабая? Они тоже, да, мы не лучшие играли, а не очень хорошо играем. Если смотришь, там, мы смотрим на статистики, там, это все, да. Ну, по общей, у них зарплаты в два раза больше, чем нас. Почему они должны проиграть там? Ну, мы давно играем, а не в кое-что. Все. Нет, просто некоторые игры, вот, все. Мне их хочется. Смотрим, мы на них нет никаких претензий, даже когда проигрывает команда. Все, но видно, что ребята играют, что прям вот настрой, что играют, что хотят. А некоторые игры, такое ощущение, что вот играют, каждый надеется, там, на соседа. Бывает, прям, ну, такое впечатление, я не знаю, конечно. Ну, там есть какие-либо игры, да, конечно, там, есть какие-либо игры, что мы много лучше играли с Апеней, проиграли. И, может сказать, какие-то игры, да, можно включать Амур, можно включать, игра там, первая игра с Тракром. не хватало уверенности в сезоне так после смены тренера и они у них там был перерыв там 8 дней перед игрой они очень хорошо играли я тоже блять соперник как они сыграли тоже не конечно нам надо было бы играть лучший его гору соперник пришел и граун тоже красиво есть какие-то игры да что у них в этот сезон 63 игры может тогда раньше было 30 игрок меньше не были но 62 игры и все игры были удачные насчет такой вопрос планируется прогнозируется прогнозируется какой-то провал в конце ноября так или иначе команда все игроки почти играли все игры и максимально за этой америки нельзя нижние другие команды играли по правилам не тайна нарушение кто готов играть играет кто играет 17 лет 18 лет без него готов играть кто играет он должен взять нет еще немного Мы выиграли Кубок, на следующий год играли в финале, мы, можно сказать, два года доминировали в Биге, но мы пришли и нам дали четко понять, что места нет никакого, и Сузанна начинает. А сейчас, если объективно ребят по каким-то причинам не попали в ПЛО, то это все равно о чем-то да говорит. Если, опять же, у нас из команды, кому выиграли, то есть никакое место тебе не гарантировано было, и шанс там надо было выгрызать свой. Почему надо сейчас поменяться? Ну, как бы, естественно, отбор идет просто, поэтому я думаю, ну, у нас, я знаю точно, что там грязный штаб там следит за играми, там все вертикали, и ВХЛ, ВСФУ вводит удобнее стало, что у нас команды поддерживают в Нижнем, также они за НХЛ следят, и кто-то получал свой шанс в ходе сезона. Ребят, подскажите вопрос такой, вот, на кого поставить, кто победил? Как все деньги? Поделилась? Ну, все равно, Акита, есть при этом? ЦСКА. ЦСКА, как говорят. В следующем году... Ребят, кто победил, скажи твой прогноз. Купу Гагарин, кто победил? Ну, хотя бы две команды назовите. Я уже не интересен. Ребят, кто победил? Если бы одну послабше будет ЦСКА, уйду там, а в Ксороке... В НХЛ, ваше выделение, у кого вы начались? ЦСКА, два? Я. Ну да, в НХЛ, у нас же не русские. Ну, то есть, что мои преграды НГАУ, они уже не тренируют, и про это я больше учился от преград, которые мне... Молодежь... Ну, как и... Например, с кем я работаю здесь, сколько играл, и в игроке где играл. Я думаю, от всех. Я, примерно, на один человек не учился, я на каждого человека, и их качество, очень активно, и в другие моменты. Я, примерно, на один... Ну, прям, все по-разному. Я читаю их, все книжки не читаю. Книжки? Да. Какие книжки? Ну, разные... Чемники! Да, разные тренеры. Есть много новых тренеров, которые написали книжки, там, например, там, Майкдавков в Америке. Так, шахматисты пишут книжки, так, а теисты пишут. Так же, ну, сколько лет, да? Раз и пишут, конечно. А это уже все, отпуск тренеровых нету. Так, вопрос вот пришел, зачем Джоффярова продали? Кто продал Джоффярова? Где деньги? У нас такая информация. Справа, да, ничего. Еще в ВКонтакте о вопросах нет, он молодец. Ну, первый ответ. И несколько сообщений. Мой любимчик в торпедо под номером 7-4 Микеллороб. Какие сообщения? А тут наложен? Все, давай. Валяем? 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 Это он уже шут. По контракту, ребят, мы по контракту сейчас в сезон 32-го. Пойдем. А кубок кубернатора планируется? Мы будем участвовать? Да, планируется мы всегда все планируем, но сейчас тоже очень рады. Ребят, еще марк. В августе? Валяем? 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 Валяем за торпеды. Привет из Держинска от футбольного клуба химик Держинска. Привет от Атланта. Кто такой Атланта? Твой плечи нас упалил. Это, наверное, команда, да? Правда была у нас в Держинске. Спасибо команде за сезон. И отдельное спасибо Андрею Тихарниру. The group play-off. Гагарина, что там дворец на Гагарина. Теперь не хватает кубка Гагарина. Что это мне динь, да? Ну, не хватило. Давай скинемся. Не хватило. Расскажите, чем вы занимаетесь после окончания сезона? У вас сейчас отпуск. Какая-то физическая подготовка. Чем вы занимаетесь? Тренеров очень интересно. Какими делами занимаемся? Когда границ всегда не хватает, в зале есть. А опыта вообще есть физически? То есть вы там вместе с чем-то занимаетесь? Здесь максимум можно отдохнуть. Все равно поддерживать формы. Ходить в залы и пытаться. А вы занимаетесь все вместе? Или вы занимаетесь каждый сам по себе? Да, я сам по себе. Каждый сам по себе, да. После отпуска номинной весы как не встает, нет? Кирилл Ручкин-Пешки. Я считаю, что Топпеда играла на очень количественном уровне в этом сезоне. И большинство далеко не самое худшее было. Думаю, что необходимо сделать больший акцент на игре в обороне. Не в обеду защитникам. А в обеду тренингам. Не в обеду защитникам. Так, ты хитро так смотришь. За порой не вся команда играет. Вот Артемов скажи. Я уже скажи. И по мячу не знаю. Кисенков, но это журналист известный, говорит о том, что не хватало глубины составов в плей-офф. Может тогда надо расширить команду? Какого-то. Какого-то. Какого-то уже было. Бюджета не хватает. Игроков. Украсть у церкви. Уверяем контракт. Будут продлевать. А у нас вроде уверяем контракт. У нас следующий сезон, да? Да. Ихаян гох. Да. У него контракт. У нас следующий сезон есть. Уверяем. Мы любим торпец. Спасибо за сезон. Будем ждать следующего сезона и новых побед и взлетов. Уверяем. Почему весь сезон защитник минеет? Просидел защитником. Просидел защитником. Просидел защитником. Просидел защитником. Сначала сезона было видно, что он хороший защитник. Уверяем. Скажите. Почему вас все меняет? Просидел защитником. Просидел защитником. Защитником. Уверяем. Уверяем. Уверяем еще больше. Дай, вы оставляете. Уверяем. Давайте тогда, пока у нас вопросов нет, небольшую Викторину. Я тут для вас подготовила информация интересная. когда была наша первая встреча команда это было 11 декабря года тоже здесь только в ресторане который коричневый стендом В первом раз мы встретились там, в втором раз мы встретились в 2015 году уже в «Вывесе», помните, да, там в феверном зале была встреча? Да. Потом в «Упеческом» была встреча, да, это уже, да, в 2017 год это у нас был «Упеческий ресторан». В 2018, в 20 февраля была АК в конгресс-центре. В 19 февраля, в 19 февраля мы, да, в новогодний праздник встречались. А кто-нибудь знает из присутствующих здесь, кто был на всех встречах, давайте сначала из команды скажем, кто был на всех без исключения из команды. А кто-то был? А вот я вас спрашиваю, как был, если у нас был человек, который был на всех... Артём Чубарах, у нас присутствует 2014, давайте попробуем. Артём Чубарах, у нас был на всех встречах, у нас был Артём Валяев, и Ингл, да, на самой первой встрече, да. Уже в 17-м году у нас Денис, два на этих встречах присутствуют, 17-й, 18-й, 19-й, 24-й уже встреча, получается. На 9-й, 15-й, 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 15-й. А у всех нас был, если мы все-таки на всех встречах в Голубе? А игры были? А тренировки супер. А из ребят? Из ребят из Пагмус. На всех? Серёжа был на всех, Саша ты на всех? Саша, на всех. Сергей, 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 Сергей. Вот они у нас не пропустили. Серёжки, Секалина. Серёжка, привет тебе огромный! Да, мы знаем кто ты нас смотришь. Я всё второй год посещаю, второй год как бы и ежу. очень ценно что такие отношения не просто я после двух тренировок со мной еду и поезжаю в 11 в 6 человек у нас мастер спорта международного класса по плаванию и в данный момент входит в сборную состава сборной россии по плаванию желаем успех не живет дзержинский почти на все игры приезжает и хотелось по атрибутике кому это на автомобиле вместо инвалидного значка да мне кажется будет польза сколько приветов столько вам теплых слов шлют а что с уракова мы рассказали в германии на операции в контакте ребят там есть что-то интересное можете зачитать можете зачитать если есть хорошие слова Андрей Тихомировый вопрос из Уфы у кого из защитников в риге самый опасный и мощный бросок Андрей Тихомировый вопрос можно пролетала шайба помимо защиты потом когда раздеваешься видишь все в своем теле как мне два раза пролетало и трибуна включилась уже просто не обращаешь а можно обывательский вопрос вот мне интересно я сижу по поводу был темы про зарплаты а вот как она складывается с оклада и плюс премия за шайбу или что на самом деле давайте я Андреевич у нас контрактная система в хоккее в КХЛ контрактная система существует да есть определенная сумма которая платится как оплатка как называется в быту и естественно есть система бонуса она у каждого игрока индивидуальная она оговаривается в начале сезона прописывается в контракте соответственно нападающих батаряка в центре то есть это индивидуальная договоренность игрока конкретно данного игрока клуба менеджмент клуба и вот эта информация во всех клубах примерно одинаковая а за то же самое понятно что защитников хвалят за то что они не пропускали батарей что они не пропускали нападающим за запятые шайбы поэтому в принципе вы правы то есть зарплат складывается из стабильной какой-то части отговоренности контракта а плавилов учитывается в контракте индивидуально на самом деле это все индивидуально и это как говорится на руках да 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 конечно тебе очень да да братарь завязывается клачей мутэ сразу да 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 старались да ведь хитлин врачу с полу ну что-нибудь понятно а кто нас в команде самая выстрелит сервячок а вот ты не хочешь наигрывать вот там попали с этого года на медиа-бук выводят статистику да потому что сейчас шайби умные шайби у нас сейчас умные в игроках сейчас вшиты чипы в каждом форму форму все чилировали у нас вот и все это дело замеряется то есть скорость самая большая скорость кто больше всего пробежал то есть это все выводится на медиа-куб вот ты когда в следующем сезоне придешь и все это ум а все зашел с официальной игроки то есть то есть то есть попросить чтобы данная статистика немножко задерживалась на кубе потому что иногда да не успеваю а не потому что быстро у нас да не успеваю а не потому что быстро у нас информацию то вы хоть задержать и и и и и и А как вы это расслабляетесь после игры? Нет, можете ли вы там... А вот я сейчас на кресло расслаблял, ходил на это только в вас. Можете ли вы там... Да, вам портрет, я попросил. Смирно, сфотографировал. Смирно, сфотографировал. Стоп, теплый колонный бар. Баня. После игры как-то? Да. Нет, почему? Все условия. А вы все женаты или как? Да с какой целью тебе? Я почему спросил, наверняка в инстаграме смотрят ваши там поклонницы, фанаты. Наверняка кто-нибудь захочет... Были ли там, может быть, в соцсетях вам писали прецедент? Может, там нет? Хотели кто-то накормится? Временно им пишут. Что тебе расскажут, Женя? А что мы на журнале не попутали? Просто вот так, я вот все палец. Сижу, наблюдаю, смотрю. Ребята... Ребята вообще... Я не круглого, известный журналист. Настоящий мужчина, настоящий мужчина. Вы так тихо говорите. Вы так скромно себя ведете. Я еще думаю, как же они сделают... А их разбирают еще... А их говорить ничего не надо. Ничего плохого нет. Потому что скромности, наоборот, ничего плохого нет. Наоборот, это как раз... Они у них молодежные какие-либо все женаты. Все нормально, не надо ничего говорить. Да? Правда? Все согласны. Все женаты. Не услышали ответ, да? Все женаты. Просто на языках. Они еще кричат, наверное, во время тренировок или игры. И поэтому здесь они такие теньки. И теньки так разговаривают. А во время игры как вообще? Вы понимаете, с жестами или как-то... Уже просто отрабатываете тренировки? Потому что там так шумно. Ну, когда играешь, ты обфрагируешься от шума. То есть ты отслышишь партнера своего. Ну, несмотря на ГУ, на что-то еще. Из-за этого сейчас хоккей изменился, все очень быстро. И если там не разговаривать, то это дополнительные проблемы будут. А так можно облегчить или внести их партнера. Потому что ты часто там находишься спиной в поле. Посадим против этих каналов, как ЦСКА, когда они там все время бегут. Не дают вообще пространство свободного. Там, где там партнеру подкрикнуть, что там есть время или нет времени. То есть он уже решение принимает. Допустим, если крикнут он горит, что он первым касанием должен решение принять. А если есть время, то включишь там время. Ну, у нас есть там какие-то свои термины. Да, термины. Ну, вот, например, горишка. Ну, значит, есть время. 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 Там. Реверс. Ну, там. Ну, массу, на самом деле, слов каких-то коротких. Ну, свой сланд. Ну, да. Что к тому, что там же нет времени. Ну, это когда игрок, ну, у тебя на спине висит, допустим, нашим защитникам накинули шайбу в зону и он бежит, ну, на подбор. Он бежит и смотрит на шайбу. Там не всегда есть время, там, повернуть головой, посмотреть, где соперник. И, ну, там иногда со скамейки нас, ну, нас один лучше там заставляет это делать, потому что там не всегда это на должном уровне у нас происходит. Ну, вот. Если, ну, это один из компонентов, там, где можно добавить, то это лучше. Вот. Если будем чаще это делать, то это лучше. Ну, еще чекару нагаришь? Время, например. Время. Ну, это значит, что, допустим, где нет игрока прятан. Или, ну, он есть, но там есть дистанция, чтобы ты мог, грубо говоря, не откидываться там. Чтобы ты мог там спокойно шайбу подобрать и остановить. Смотри, там, что наилучшее продолжение. Ну, и еще один. Время, например. Ну, это мощный защитник. В своей зоне обороны, когда у тебя чужой игрок, борт на крючах висит. И ты делаешь, ну, называемый отбой. Он у тебя висит уже рядом, вплотную. И ты откидываешь шайбу через борт. То есть буклетом. И, грубо говоря, игрок уже не может резко остановиться. Он уезжает с тобой. И мой партнер с какой-нибудь шайбу забирает. Ну, грубо говоря, это два защитника. Один будет на подбор, а второй видит, что на нем игрок там прям совсем вплотную. И вот он перечислить, типа, делаем. Ну, там, реверс, одно слово. Все. Партнер не думает. Доверяешь ему. Делает реверс. А партнер тоже слой такой? Ну, ты даже если услышишь, там, какая скорость, вот такая семья нападающая, я бегу на защитника. И я на него, там, сел, и, ну, они делают реверс. То есть, ну, если я попробую, там, затормозить резко, там, в большем случае, даже по всему надо рвать. И все, и потом... А иностранные игроки как? Ну, это так же самое. Какие-то слова не учат, а где-то там, ну, английские слова простые, там, time, просто, время. Вот. И сразу ты, там, смотришь, кем ты навел, выходишь, и... Ну, еще одно слово. Дотос. Да, дотос. Дальше, дальше. Дальше, да, например, там, ну, это банально тоже, что... Или сам, когда, там, партнер где-то принимает, он там стоячий еще, что-то, и нет времени, там... По перекусам, значит, ну, у него нет никакой опции, там, дополнительно, и надо двигаться самому, там, чиплыть. Это надо, ну, там, ну, если он стоит спиной, где-то ему сильный фас идет, там, если видишь, что он не убежит игроку, там, просто подставить надо в зону, чтобы потери не было. Вопрос к тренерскому штабу. Использует тренерский штаб, уже малечко слышали правовую статистику, используете ли вы данные умной статистики в режиме реального времени? Да, 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 в режиме реального времени, наверное, имеется в виду, вы увидели, что Гену это быстрее всех бежит? Тормозите? Тормозите? Ну вас же правильно стоит. Значит, использую тормозят. Когда будут новости по трансферам, ребята, все новости по трансферам, что встам будут написать. О, вопрос интересный. Каких блогеров смотрят хоккеисты? Дудь, какой-то красава, что было раньше? Каких блогеров смотрят? Скажите, смотрите, смотрите, смотрите. Я нет. Конечно. Антон, смотрите, смотрите. Расскажи. Я не знаю. Реклама, реклама за тебя. Андрей, есть у тебя блогеры? У меня, наверное, какие-то блогеры смотрят. Ты смотришь блогеров? Показываешь Андрею? Блогеров, бьюти-блогеров. Андрей, эти кометы, наверное, смотрят блогеры. Миша. Красава. Красава, вот. Миша смотрит красаву. Ольга, а здесь супруги, да, здесь игроков? У нас Яна Белевич здесь присутствует. А вы чья супруга? Андрей Белевич. Андрей Белевич. А вы как познакомились? Скажите, молодёжника забрали. Яна, как вы познакомились? Может Андрей нам расскажет? Да. Андрей, скажи, как ты живёшь? Как ты живёшь? В социальных сетях. Социальные цена. Ооо. Соберимые мои люди. За совместным просмотром было игра. Кто кому написал? И пригласил на свидание? Хорошо. 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 Ооо. Давай здесь? Он в этом подвиняет. Нет. Так, резунально, да? Первое степень. А кто у нас самый книголюб в команде? книжке самолете книжкой Везде Антон Антон Он не хочет признаваться, но партнеры по команде говорят, что это Антон Абангард отыграется Абангард Какие здравняги Абангард Абангард Блогер 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 Учит Дэвида Учат Данные статистики Например, показывают, откуда чаще бросают и задевают Такие данные успешно используют и с помощью этого корректируют тактику Я не знаю, что она обязательно принесет три Планшет, который вы иногда просматриваете А что на счет каких-то специальных камер Можно знать, что вы там просматриваете Иногда какие-то есть в планшете Это камеры с Ларо То есть, это не телевизионная камера Это камера с какого-то специального значения Потому что, когда мы в видео смотрим повторы с разных камер Даже, например, нам иногда не видно, что произошло в какой-то каком-то разном случае Мы смотрим, смотрим, что если там есть вопрос Откровка в Италии и зону Повторы с каждого смотрим А в этом режиме реального времени То есть, вы можете отмотать Какое-то промежутство и грыть камеру Потому что, ну, достаточно приходится Быстро принимать такие решения Пока еще судья Где-нибудь, опять же, нужного решения С этой точки зрения У нас такая система есть Если только по форуму видеооперят Он отправляет сразу Он снимает И сразу отправляет после того Десять секунд Он отправляет И все на что-то так А есть вот эта Система, что они говорят Там есть система, что они только в лучшие процессы Потому что там видеокамеры есть на всей арене И надо платить деньги За эту систему И ты можешь его смотреть в игру И выбрать на камеру На скамейке Ну, опять, там Зависим Там не до конца А не все Потом ничего Вот Функт Спасибо Кто самый юмор мой в команде? Спрашивайте Это кто Это кто Кто самый юмор мой в команде? Кто самый юмор мой в команде? Кто самый юмор мой в команде? Нет Супруги сами ездят на выезд? Не все? Да так Не ездят сюда Как все это представляете? На жизнь Полный самолет Все семьи, дети Ну, все поездки же вроде ездят Не, ну как, конечно, нет, ребята Ну, кстати, что такое для них поездка Они где-то там 9 дней Нет Они через день играют У них на них играли У них перевернуты Сыграли, перевернуты Что Не до семьи Это на выезд Это не шутки Это Там предельная концентрация должна быть Ну, даже сами у нас Вот, например, ребята из просто службы летают С ними И все, например, приезжают Там из дальнего выезда Он говорит Я уже, я не играл в хоккей А я просто уже не могу Все Я уже меня качает Мотает То есть Очень тяжело, на самом деле Физически Как они еще играют И при этом При этом И играют еще Ну, еще Смену часового пояса Ну, конечно Перелеты Представляете, за неделю там Четыре перелета Сюда далеко Кажется 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 12 психов Да Чартер, да? Да, конечно Конечно Ну что, если еще какие-то вопросы есть Давайте задавайте Полный состав Вот есть на выезд Сколько вот вместе с тренерами С медиками Сколько Человек снимает Сколько человек Сколько человек Сереж, сколько человек Человек Сорт Сорт Да У кого есть еще вопросы Давайте задаем вопросы А ты когда стучишь Курюшку Ты гоняешь Или как Или как Какие даешь Ну, это как Лебенка Курюша самозладно Собирается А, то есть Благодарность Да Если там, например, играем В большинстве То есть остается там 5 секунд То есть Ты стучишь Да То есть Ну Кричатская Ну Понятно Понятно Ну Понятно Зону И как бы Именно Клюшкой Потому что У меня видит Табло Ага И Ну Ещё Вопрос Тоже Когда Встреливают Вам Смег Влечает Ворота Помогает? Ну Ну Необязательно Пауза Это Наоборот Обогать Эта Что Снег Что Не мешало Забивать Он специально себе Нарезал Лё Они тоже Нарезают Ну Он же пропустил сезон Он забыл У У У У Кулинарный 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 Табло мясо андрей, чего там снижают? кукуруза? ну это же сложное блюдо человек талантливый, он талантливый понятных но скажите на самом деле очень вкусных вот когда кормят мы иногда бывают случается выезжали на выезд команды человеческий стол на самом деле там очень здоровая пища курочка еще вопрос Отменили блинчик? Ну все, а ты же сразу, как я смотрю, похудел. Да я вам вопрос, почему надо отменить блинчик? Уборщика нет? С мопушкой, да, побольше. Тременье, тременье. Итем, ты чего любишь? Ну все, подряд. Давайте за мне хоть спросим чего-нибудь. Простим чего-нибудь. Чек, что ты любишь? Штейк. Штейк, я думал, кто же скажет? Штейк, а ты чего любишь? Тоже мясо. Вот, настоящий мято есть. Ну что, давайте... Сфотографируемся, да. Давайте, может быть, да, сфотографируемся. Все вместе, автобусы сейчас поглянем на них. Прямой эфир, ребят, мы все решаем. И давайте я покажу вам. Сфотографируйтесь, идите. Подбивайтесь. А я и болельщиков нас покажу. Ребят, спасибо вам за вашу игру. И желаю вам удачи в следующем году. Главное, без права. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok